Я каждый раз, когда утром умываюсь, думаю, как повезло нашим детям, что они имеют у себя в доме теплую, горячую, холодную воду, что у них есть унитаз в квартире, что им не нужно на улицу ходить в туалет. Но ведь правда же, вот каждый раз, когда я захожу в ванну, я об этом думаю. Ну, не прямо каждый, но очень часто. Вот, например, у меня в детстве у нас была только баня. Только баня. И туалет на улице. И мы, сами понимаете, как жили. Особенно я вспоминаю с теплотой в сердце зимние вечера, когда нужно было идти, извините за подробности, в туалет. Господи, это ад. Вот. Я не любила, ну как не любила, я все время думала, как же хорошо жить в квартире, ну как же хорошо людям жить в квартире. Я всегда, я думала в детстве, всегда, я буду, я вырасту, я куплю себе квартиру и буду жить в квартире и никогда в деревню не поеду, ни за что. Это я так всегда думала. Вот. Потому что мне казалось, что вот ты в квартире, у тебя нет ни огорода, ни животных, вот которых тебе кормить надо, ни туалета на улице у тебя, все здесь в квартире происходит. Ну, то есть, вот прям все удобства. И я всегда мечтала, как же хорошо, вот как будет здорово. Но в итоге, здорово, хорошо, мечты сбылись, я живу в городе. Но я хотела жить в городе не из-за того, что жить в городе, да, а поняли мысль, а чтобы сортир был в доме. И ванная. Представляете, вот каждый раз, думаешь, в баню, например, я бегала, купаться, там помыться, да, вот эти вот все ежедневные процедуры, которые должны быть. Когда баню же не каждый день топишь, в холодную забежал, там, с чайником, с горячей, с ковшиком горячей воды, быстренько там все свои дела сделал, что надо, или там с ведром воды нагрел. Вот представьте, деревенская. Да сейчас многие так живут. Реально, многие люди так живут. И я всегда думала, господи, ну как же хорошо, вот у меня будет своя ванночка. Я протираю эту, как она называется, раковину. Вот, у меня будет моя ванночка, я там буду каждый день муниться, мне будет так хорошо. Ну, мечты на самом деле сбываются, а хочется в деревне. Вот объясните мне, как это так? Это что, зов предков или что это? Я не пойму. Что со мной происходит? Чем старше я становлюсь, тем больше я хочу вот этот вот деревенский быт обратно. Ну, точно маразм у меня, по-моему, наступает. Друзья мои, не знаю, как это объяснить. Вроде и квартира хорошо, а вроде, когда мы, помните, ездили зимой на рыбалку, в перлогу вообще, без ничего там жили. Туалет на улице, баня ледяная, вот это вот топили. На какой-то это, убогой сковородке там жарили эти блины. Ой, а мне так было здорово, мы так хорошо отдохнули. Вот, не знаю, в общем. Я бы, конечно, хотела дом бы в деревне свой, но там бы, конечно, были бы все условия. Я не хочу так вот это вот в каменный век возвращаться, но в деревне бы я пожила. Мою пытаюсь, вот знаете, между зеркалом у меня вот здесь, между зеркалом и раковиной, там такой грязь, которую не знаю, чем очистить. Вот я всегда туда тряпочку как засуываю и прохожусь. Но все равно это не настолько чисто, насколько мне бы хотелось. Я не знаю, как это сделать. Зубная щетка туда не проходит. Как бы там прочистить, непонятно. И еще вот это вот зеркало постоянно. Вот у меня утро начинается с этого. Я захожу, так как у меня утром мои достопочтенные сеньоры поумывались со своей вот эти вот все капли на зеркало. Кто не знает зеркало, сейчас покажу. Может кто-то первый раз у меня, хотя я сомневаюсь. Вот оно, огромное на всю стену, почти до потолка. Это у нас зеркало. И самое естественное, засратое место, это вот здесь вот за краном. И каждое утро я начинаю с того, что я мою вот эту часть зеркала в особенности. Вообще могу его все протереть, но все не имеет смысла. Протираю именно вот эту часть. Вот так делаю чпок. И как сапожник сапоги чистит. Так я чищу свой кран. Ну, все равно, вот периодически. Так я с утра прочищаю. Но периодически нужно заливать средствами. Средства у меня с этой стороны. Вот это антиналет называется. Не очень хороший, но он у меня есть в наличии. Я им делаю и на кран. Вот так. И вот здесь. Видите, здесь как ступенечка. Ступенечка. И здесь также ступенечка неровная. И вот на этой ступенечке постоянно собирается этот налет. Постоянно. От воды. Я вот так прям заливаю все это дело. Особенно возле крана. Здесь-то не очень. С этой стороны постоянно я раз протерла, раз протерла. А там, где крас, постоянно собирается. Приходится вот так его прям заливать, эту ступеньку. Чтобы оно у меня очищалось. Минут через 10-15 я приду. И вот щеточкой потру. И будет беленькая. Но вообще, конечно, раковину тоже надо было брать без всяких вот этих ступенек. Понимаете, я была глупа. Когда делала выбор на раковину, на вот такую вот мебель для ванны. Или как это называется? Сантехприборы. Надо было по-другому выбирать. Как, чем я руководствовалась. Только, наверное, тем, что мне казалось, что это красиво. А по итогу я задолбалась это мыть. Особенно зеркало. Когда мне говорят, о, там кто-нибудь пишет. О, зеркало классное на все это. И говорю, не вздумайте в жизни. Давай, не повторяйте мои ошибки. Не повторяйте мои ошибки. Вы замучаетесь. Давайте здесь тоже сейчас тряпочку свою помою. Тряпочку моющим средством мыть нельзя. Она нужна только для воды. Вот эту тряпочку водой помыл, отжал и все. Мыть сейчас средство, на нее нельзя складывать. Как это делать? Брызгать. Ой, у меня еще стерка. И Кишкин городовой. У меня еще стерку надо повесить. Давайте ванну тоже я побрызгаю. Не пойму. Это что за какой-то замкнутый круг? Каждое утро одно и то же. Что за... Извините меня. Нет, вы представляете, у всех... Вот у всех, наверное, так. А вы мне потом говорите, Оля, ты долго спишь. Вот я проснулась, зашла в ванну все-ка в черную дыру. Понимаете? Нет, как его? Треугольник. Бермудский. Туалет, ванна, кухня. Бермудский треугольник. Зашла я в этот треугольник, исчезла. Я прям на стенке брызгаю. Оно потихонечку стекает. И налет, и вот эта вот все грязь, пыль все это собирает. Еще надо постирать вот эту, как она называется? Вот эту. Понизу вечно коричневая становится. Не пойму, здесь моются кони или моются люди. Все. Белишка на кран, на выжды. Белишка пойдемте вешать. Минут через 15 приду, это все промоем здесь. Минут через 15 приду, это все промоем здесь. Минут через 15 приду. Минут через 15 приду, это все промоем здесь. Продолжение следует...